Представители предприятий «Металлоинвеста» снова сели за парты. Именно на них возложена ответственная задача – быть проводниками трансформационных процессов, которые сейчас активно внедряются в компании. Третий модуль программы «Институт лидеров производства» был посвящен основополагающим инструментам успешного бизнеса. Мы придаем большое значение блоку экономических знаний. Мы изучаем экономику труда и экономику научного предприятия. Зачем это нужно руководителям? Для того, чтобы на производстве каждый руководитель среднего уровня, каждый линейный руководитель мог присчитать любую свою инициативу, которая возникает при таких масштабных изменениях. Их наверняка будет много. И экономическое мышление – это то, что важно развить для успешной трансформации компании. Но не менее важны и люди, а даже, наверное, и более. Именно поэтому в нашей программе есть упор на работу с командой, а также на личную работу. Это курсы работы с командой, курсы развития личной эффективности. Ведь ты никогда не сможешь изменить компанию, если ты не изменишься внутри сам и не изменятся люди, с которыми ты работаешь. Со слушателями программы работали преподаватели Московского института стали и сплавов, имеющие практический опыт создания проектов для промышленного сектора и привлеченные бизнес-консультанты. Словом, по обе стороны – профессионалы своего дела. В рамках третьего модуля участники, разделенные на группы, освоили курсы по нескольким направлениям. Рассмотрели анализ и методы работы с ресурсами предприятий с учетом таких общих показателей, как, например, реализация продукции и прибыль. Обсудили, как правильно транслировать изменения в рабочий коллектив, как избежать ошибок при внедрении улучшений. Поговорили о конфликтах, психологических механизмах их восприятия и метанавыках руководителя. Причем эксперты подготовили для участников не только теоретические выкладки, но и специальные кейсы для практической проработки пройденного материала. В рамках курса также состоялся тренинг по изучению модели 5F. Ее автор – эксперт в области создания командных эффектов в бизнесе Максим Долгов. Рассказал о факторах, влияющих на работоспособность коллектива. В России, в экономике, особенно в реальном секторе, на производстве идет существенная борьба, в хорошем смысле этого слова, за эффективность, для повышения производительности. Мы внедряем инструменты бережливого производства, наставничество, производим автоматизацию и другие действия. При этом практика показывает, что только в том случае, если это делает команда, если там четко выделены лидеры и все члены команды понимают, в чем общая цель, зачем они хотят это достигнуть, тогда процесс внедрения происходит быстро, эффективно, с максимальной результативностью. Поэтому, как, например, наши коллеги из Toyota Engineering, работающие в России, сказали свое мнение, что действительно, перед тем, как внедрять инструменты бережливого производства, очень важно развитие навыков командного лидерства в идеале всех уровнях организации. А производственные команды, они являются ключевыми для того, чтобы действительно производить реальные внедрения и повышать производительность. Поэтому это архиважный навык, основа, база для того, чтобы повышать конкурентоспособность в металлургии тем более. Кульминацией третьего модуля Института лидеров производства стала лекция Владимира Пирожкова, промышленного дизайнера и руководителя Центра прототипирования высокой сложности НИТУМИСИС. Он рассказал участникам о развитии инновационных технологий в мире, их влиянии на день сегодняшний и завтрашний. Представив немало новейших технических разработок, таких как экипировка солдата будущего или нейроинтерфейс для передачи мыслей на расстоянии, Владимир Пирожков наглядно показал, как непрерывные движения к прогрессу и цифровизация могут повлиять на судьбу людей. Участники третьего модуля Института лидеров производства с готовностью открылись новому опыту и знаниям. Особенно пользу получили мы при прохождении, допустим, курсов и обучения по психологии, работы с коллективом, также экономика и системы внедрения САП, так называемой ERP, где мы получили дополнительную информацию по работам этой системы. Ну и большая польза у нас получилась по работе как коллективом, разбор всяких ситуаций конфликтных, плюс еще принятие решений. В данной ситуации очень важно рассмотрение этих проблем согласно, как говорится, тех требований, которые сейчас современные выдвигаются. Поэтому на производстве, да, задания были составлены таким способом, чтобы мы могли не просто так теоретически эти все курсы пройти, но и вот последнее занятие было у нас, задание сделано, как бы опробовать на своих именно предприятиях, коллективах. Данные методы, особенно по методу, как директивное, недирективное управление, здесь мы справились нормально и считаем, что все эти полученные знания здесь вполне резонны и достойны для применения на всех предприятиях. По завершению программы «Институт лидеров производства» ее участники получат новые знания, навыки, повысит уровень бизнес-культуры, а выпускным экзаменом для них станут проекты, направленные на повышение эффективности производства. «Институт лидеров производства» – это самая интересная и самая важная в компании программа на сегодняшний день, которая проходит в течение года и состоит из пяти модулей. Пять модулей покрывают все дисциплины, которые необходимы совершенно современному руководителю. В первую очередь это лидерство, это управление и личная эффективность, это экономика, но самое главное, с моей точки зрения, это инновации. Программа, которая показывает уже сегодня свою эффективность, судя по обратной связи, которую мы получаем от участников, завершится защитой проектов в следующем году. Проекты будут очень прикладными и призваны решить насущные проблемы нашей компании, то есть они принесут физический доход, это раз. Поэтому эта программа будет не последняя, и мы намерены ее продолжать. Запуск новой комплексной программы развития персонала намечен на октябрь. Она будет ориентирована на менеджеров высшего звена. Основная ее задача – подготовить руководителей, способных укрепить лидерство «Металлоинвеста» на отечественном и мировом рынках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова